Как в Сирии следят за чемпионатом Зейна Шахла, Россия в 22, Ливан 19 июня 2018 года В популярном кафе в центре Дамаска занято десятки столиков Взгляд каждого из них обращен на большие экраны, висящие на стенах Идет трансляция матча открытия чемпионата мира по футболу В котором российская сборная играет против сборной Саудовской Аравии Все громче кричат болельщики По мере того как российская сборная забивает голы Первый, затем второй Один из посетителей кафе Амар Мухаджир говорит Конечно, я болею за Россию, особенно в этом матче, когда она играет против Саудовской Аравии Россия – союзник, а Саудовская Аравия – враг Я даже представить не могу, что буду на стороне государства Который занимает такую позицию в отношении Сирии Как это делает Саудовская Аравия за годы войны В соседнем заведении официанты также следят за матчем И это не мешает им обслуживать клиентов Сегодня я, безусловно, болею за Россию Но в целом я на стороне испанцев и думаю, что в этом году они выиграют кубок Сказал, смеясь, один из официантов, когда его спросили, за кого он болеет на этом чемпионате 18 июня 2018 года 30-летний мужчина, не назвавший своего имени В интервью Россию в 22 отметил, что его выбор в пользу российской сборной не связан с его политической позицией В любом случае, сборная Саудовской Аравии для меня ничего не значит И я думаю, что победу, по крайней мере, сегодня одержит наш союзник, Россия Его речь прервали громкие голоса, раздающиеся из кафе, где на экране можно увидеть, как один из российских игроков бьет поворотом соперника Остаются самые сильные команды, и те, что занимают первые позиции, обычно являются фаворитами для сирийцев Продолжил наш собеседник Никакой войны в этом году в отличие от прошлого футбольного турнира в 2014 году В этот раз жители Дамаска следят за чемпионатом мира вдали от шума боевых действий, который стих в этом городе в прошлом месяце Стены некоторых заведений украшены изображениями ведущих футбольных игроков Одним из которых является египтянин Мохаммед Савах, самый известный арабский футболист в этом году Другие кафе ограничиваются тем, что вывешивают флаги и плакаты, которые привлекают посетителей к посещению заведений и просмотру матчей Байль работает в кафе в районе Альгасани к востоку от Дамаска Он ожидает, что в ближайшие дни в кафе будет еще больше посетителей, желающих посмотреть футбольные матчи Я пропустил открытие турнира, которое прошло в последние дни месяца Ромадена И в первый день чемпионата было не так много посетителей Но поговорив с некоторыми из них, я могу сказать, что здесь будет полно людей после окончания праздника Итальфа Итар Особенно во время матчей к сильных команд, сказал Вайн За какие сборные сирийцы болеют больше всего? Сборная России присоединится к списку фаворитов сирийцев на чемпионате мира в этом году Хотя предпочтение отдается самым известным и сильным командам, за которые сирийцы привыкли болеть в последние годы Футбольные болельщики в Дамаске все чаще говорят о российской сборной в этом году На рынке Аль-Масаке, где продаются игрушки и канцелярские товары и которые являются частью традиционного рынка Аль-Хамидия В Старом Дамаске, десятки продавцов выставили на продажу флаги разных стран, участвующих в турнире Маленький флаг, закрепленный на пластиковой палочке, можно купить за две сотни сирийских фунтов, примерно пол доллара, большой, за две тысячи фунтов, четыре с половиной доллара Также можно купить множество других товаров, таких как шляпы, головные повязки и цветные шарфы, на которых изображены флаги стран-участниц чемпионата Владельцы магазинов не слишком утруждают себя призывами к покупке своих товаров Футбол в Сирии очень популярен, и сирийские болельщики начинают готовиться к чемпионату за несколько дней до его начала Они покупают флаги и другую символику, чтобы украсить свои балконы и машины и использовать их во время просмотра матчей в общественных местах Некоторые продавцы смеются, когда их спрашивают, за какую сборную они болеют в этом году, а также о наиболее продаваемых товарах Я болею только за Сирию, отвечает один из них Другой говорит, за Аргентину, конечно, кто еще заслуживает кубок Третий продавец утверждает, что предпочтения сирийцев в этом году не сильно изменились За исключением тенденции среди некоторых болеть за Россию, главного союзника Сирии Чтобы, по его мнению, избежать проблем Я за красивую игру, это лучший вариант На сайтах социальных сетей мы можем также встретить проявления подобных взглядов Многие сирийцы заменяют свои персональные фотофотографиями любимых сборных, публикуют соответствующие тексты Бразилия вперед, я болею за Египет, вперед, синие и другие Некоторые сирийцы ограничиваются тем, что делают публикации, в которых выражают поддержку определенной команде Иногда вспыхивают дискуссии между теми, кто рассматривает футбол только как спорт И теми, кто связывает его с определенными политическими позициями В первый день матча Ногом Салман, проживающая в сирийском прибрежном городе Тартус Решила добавить фото с немецким флагом на свою страницу в Фейсбук В интервью Россию 22-30-летняя девушка сказала, что много лет болеет за немецкую команду Точка Точка Пич Точка Твиттер Точка Чон Слеж Втб Зэкю Вдэ Собака Аль Куаид Подчеркивание Ну 15 июня 2018 года Сирийца, перемещенная из пригорода в Дамаско Смотрит футбол с экрана айпада в лагере Дейр Балют на севере Это первый раз, когда она решила поддержать свою любимую команду открыто в социальных сетях Она объясняет это тем, что уважает политику Германии в отношении сирийцев, которая открыла двери для большого числа беженцев И восхищается Германией как нацией, которая сумела восстановиться экономически, политически и социально после многих лет войны Нагом считает, что идеология, социальные и даже эмоциональные факторы стали играть значительную роль в предпочтениях сирийцев по отношению к сборным, участвующим в чемпионате мира по футболу, особенно в этом году Апт, житель Алипо, объявил, что болеет за бразильскую команду более недели назад в своем аккаунте в Фейсбук Несмотря на это, в первый день турнира он решил сделать публикацию, в которой поддержал сборную России в матче открытия Мне нравятся игроки бразильской сборной, особенно Неймар, для меня он лучший, но я не вижу ничего плохого в том, чтобы болеть за другие команды в матчах, в которых Бразилия не играет Я болел за Россию, потому что она поддерживала Сирию все годы войны, а также Египет, это одна из сильнейших арабских сборных, прошедших квалификацию, объяснил он